Ой, всем привет! Сегодня у нас такое болтологическое, психологическое видео. Налейте себе чайок-кофеёк, будете интересно почитать ваши комментарии и так далее. И просили меня об этом снеатив. Это в принципе не умирающая, не тлеющая тема на просторах интернета, ютуба в частности, там соцсетей различных. Попросили меня эту тему развернуть с психологической стороны, дать некое объяснение, почему мотивация, почему так происходит, что некоторые люди считают нужным, допустимым давать какие-то непрошенные советы, давать какие-то комментарии, оценки, которых их не просили. Ну, в частности, к внешности блогеров и так далее. Мне тоже недавно писали, исходя из этого вообще девушка в комментариях тоже это писала. В общем, почему некоторые люди считают это возможным, допустимым, не понимают, что они нарушают чужую границу личную и что как надо выглядеть и так далее. Это дело каждого вообще, и как бы оценки подавать это не нужно. Так что сегодня об этом. Я для начала вам расскажу. У нас это было, кстати, на курсе про личные границы. Курс был у меня I'm OK. Напишите, кстати, в комментариях, нужно ли, может быть, сделать... Я понимаю, сейчас не время, но, блин, как-то надо тоже отвлечься кому-то. Марафон в Инстаграме хотите провести, как мы раньше делили, психологически на какие-то темы? Если да, предлагайте темы, я обмозгую, подберу информацию. Короче, мы сделаем марафон в ближайшее время, например, в июне месяце. Так вот, в одном марафоне у меня была история, мы про личные границы разговаривали, про самооценку. Я вам там рассказывала, девочки, кто смотрят, и сейчас здесь немножко повторю оттуда выдержку. Что такое оскорбление? Что такое мое мнение? И где вообще вот эти грани стоят? Все очень просто, предельно. И в психологии есть очень простое правило, есть такой закон, да? То есть, если тебя не спрашивают о твоем мнении, его говорить не надо. Да, если тебя спросили, что ты думаешь по этому поводу, пожалуйста, говори все, что угодно. Если тебя об этом не спросили, а сказать тебе хочется, то будь готов к тому, что ты можешь получить неприятный ответ. Тебя там, не знаю, могут послать, нагрубить, там, сказать, что твое мнение неважное и незначимое и тому подобное. То есть, будь готов к ответу, который тебя тоже может не устроить. То есть, никто не должен и не обязан выслушивать твою критику, твое мнение и так далее по какому-либо поводу, если тебя не спросили. Если спросили, пожалуйста, а если не спросили, будь готов к тому, что тебя ответят не так, как ты хочешь или не примут. Почему у людей есть вот это желание ставить свои три копейки, прокомментировать, отметить что-то, задать какой-то, может, неудобный, некультурный, там, нетолерантный вопрос и тому подобное. Если люди дают какие-то комментарии, оценку свою именно по внешности человеческой ситуации и тому подобное, на самом деле здесь небольшая база идет, это низкая самооценка. Самооценка, человеку важна его значимость и ему хочется, чтобы с ним считались как с личностью, да, не просто с его мнением, а просто, чтобы его услышали. На самом деле в психологии это очень просто. Это сигнал о том, что я здесь, я существую, неважно через плюс или минус, негатив или позитив, обратите на меня внимание. У меня есть свое мнение, заметьте меня, пожалуйста. Да, здесь еще маленькая составляющая того, что у человека нет своей какой-то личной жизни, она у него скучная, неинтересная, или он в чем-то там не уверен в своей жизни, на кошачьих лапах что-то поится. А в интернете блогерам, людям, там, звездам и так далее он может что-то сказать, спросить, там, ставить три копейки. То есть это на самом деле желание значимости своей, да, что я что-то из себя представляю, что моим мнением интересуется. Очень часто эти мнения негативные, когда или оскорбительные, провокационные комментарии в интернете, эти мнения и такие комментарии оставляют люди, которые хотят просто спровоцировать на эмоции. Мы реагируем на хорошее, мы реагируем не всегда, а на плохое мы реагируем сразу. И еще многие люди не сдерживаются реакцию, да и тут же сразу не подумав, там, оскорбляют в ответ, как-то реагируют и так далее. И вот на это и рассчитано. На самом деле это крик, поднимите мне самооценку, прислушайтесь ко мне, дайте мне право тоже ставить три копейки своих, но через негатив, например, чтобы точно отреагировали на комментарии или там замечания этого человека. Очень часто к этому приводят незамечания, назовем так, родителями в семье ребенка, а ребенок, мнением которого в семье не интересовались, не учитывали. То есть он ел ту еду, которую приготовили родители, и у него не спрашивали, что ты хотел бы поесть. Это ребенок, которому покупают одежду, приносят по факту, какая есть, а если он говорит, нет, не нравится ли я из этого вырос, ли это не модно, он тебе говорит, заткнись и носи то, что есть. Это ребенок, которого не спрашивают, в какую школу он хочет, или ребенок, который выбирает свою компанию и друзей, ему запрещают с ними общаться. То есть ребенок, у которого к нему такое отношение, его как личность не воспринимает, это занижает ему самооценку, и у него складывается, формируется вот эта внутренняя некая плита, назовем база, благодаря которой у него всегда зарождается эта потребность докричаться, сказать о своем мнении, которое они спрашивали. На самом деле это вот угнетенный этот ребенок, мнением которым не интересовались, поэтому он либо задевает других людей, на самом деле он доносит, скажем так, информацию, кричит о себе и говорит, я вот он, я значим. Почему к чужим людям это относится, или к каким-то знаменитостям и так далее, я имею в виду к каким-то публичным людям, к каким-то аудиториям, это больший простор для того, чтобы тебя заметили на самом деле, это аудитория, это возможность этого. И на самом деле все эти действия с чужими, казалось бы, людьми, это, можно сказать, да, иди, своди свои счеты со своими родителями, им предъявляют, почему ты докапываешься и цепляешься до чужих людей. А к своим родителям это очень страшно. Очень часто родители такие авторитетные в таком воспитании, и они до своей старости остаются такими же авторитетными, даже если они уже в деменции или выжили из ума. Этот ребенок всегда остается со своими родителями в связи родитель и ребенок. То есть он всегда остается ребенком при взрослых родителях, когда норма наша для хорошей самооценки, для нашего правильного развития, правильной счастливой жизни, это когда мы в возрасте там 18-25 лет, у всех это по-разному происходит, мы взрослеем и начинаем общаться с родителями в позиции взрослые-взрослые. Мы вырастаем из ребенка, становимся, ну назовем так, на одну ступеньку с нашими родителями. Потом с ходом времени мы становимся еще старше, еще мудрее, а наши родители слабеют и опускаются до позиции. Ну назовем там где-то ребенка, когда мы за родителей, нам не знаю, им оплачиваем билеты какие-то, да, строим маршрут, записываем к врачу, технологии коммуникации, покупаем им там продукты онлайн, покупаем там телефон, гаджеты, настраиваем пароли, электронную почту, вот это понимаете, да, то есть когда мы уже за родителей, что-то делаем, когда-то они за нас, а теперь мы, то есть это определенный круговорот, скажем так, в жизни происходит, что. Вот как это работает, вот почему такие люди есть. Я хочу отметить и рассказать вам то, что было у нас на курсе с девочками, что такое оскорбление, вот это мое личное мнение, что является личным мнением, что является оскорблением. Все очень предельно просто. Критика и личное мнение, так скажем, критика. Критики, это определение, пожалуйста, в гугле забейте, если вы мне не верите. То есть, по сожалению, просто в последнее время очень большая подмена идет понятий, и под критику вуалируются, и люди в это реально верят, что это на самом деле оскорбление. Они называют это критикой, я имею на это право. Да, вы имеете право, но когда вас об этом спросили, почему существует фраза «держи свое мнение при себе, если тебя его не спросили», потому что твое мнение может быть критичным, на самом деле это оскорбление. Вот смотрите, критика, критиковать допустимо и можно продукт жизнедеятельности человека, например, его работу. Все, что касается, вот слушайте, внешности, характера, поведенческих моментов человека, его личных качеств каких-либо, его действий личных, реакций и так далее, если ты говоришь негативно об этом, даешь какую-то оценку, это оскорбление, это не критика. Критиковать можно продукт жизнедеятельности человека, что он произвел, но не самого человека и саму личность. Это уже считается и называется в определении психологии оскорблением, вот она разница, на самом-то деле святое, вот оно. Но у нас в ходе, наверное, последних 70-ти лет, когда соцсети, вот эта вся история безнаказанности и прочее, подмена понятий происходит, и люди за критику выдают оскорбление и говорят, я имею на это право. Но если ты имеешь на это право, будь готов, что тебя пошлют, там, не знаю, в бубен ты получишь, тебя как-то накажут, и тебе не так как-то ответят. И потом после этого просто орать о том, что я имел на это право, ну, а я тоже имею право тебе ответить, например, и все, все очень просто. А если ты не хочешь получать такой грубый, например, ответ или там, чтобы там физически как-то, да, страдать и так далее, не хочет это испытать, тогда и рот не открывай, не надо подменять понятия и критикой называть прямые оскорбления, да, то есть человек тоже не должен это терпеть и не отвечать, если он этого хочет. Думаю, все очень просто, разложила вам, объяснила простые психологические процессы и законы, как это работает, почему так происходит. Поэтому, если вам кто-то, например, коллега на работе, соседка какая-то говорит, или вот в Турции тоже такая тема, очень любят, да, красиво говорить а-ля комплимента, поэтому тебя окунуть куда-то, да, не супер комплимент какой-то сделать, или там условно, ой, юбку ты красивую купила, молодец, правда, жалко ноги у тебя кривые. Ну, допустим, да, эти юбки тебе, ой, юбка классная, супер, но надо было чуть-чуть подлиннее, чтобы твоих кривых ног не видно было, да, такой сомнительный комплимент, вроде юбку я нормальную купила, и ноги мои тут обгоняли, какие-то кривые, косые, там, я не знаю, толстые, худые и так далее. Вот в этом случае, когда говорят, у тебя какие-то кривые там ноги, тебе их надо прикрывать, вот этот прям совет, критика, оценка идёт, это оскорбление. Потому что твои ноги – это часть твоего организма, часть тебя, часть твоей личности. И твоё мнение сейчас в этой ситуации не спросили. Или, например, я могла спросить, а как тебе моя юбка, которую я купила? Соответственно, про юбку и надо говорить, а не про кривые ноги, о которых тебя не спрашивали. Вот в чём эта разница. В общем, ладно, окей. Пишите ваши комментарии на эту тему или ещё какие-то. Жду ваших комментариев насчёт, нужен ли марафон психологический, на какую тему. Напишите, пожалуйста, очень интересно, почитайте ваше настроение, что вы об этом думаете. Сейчас просто многим не до этого. Я, скажем так, не могу сориентироваться в ситуации, кому что нужно сейчас, какие потребности закрывать. Всегда я оставляю свою почту в инфобоксе. Если кто-то сейчас переезжает в Турцию, вам нужен риэлтор, оформление документов и кометов, снять квартиру, купить квартиру, тоже пишите на почту. У меня есть знакомый риэлтор, нормальный, адекватный, английскоговорящий турок, надёжный. Если вам нужно, я дам его контакт, он вам поможет. Если вам нужна моя консультация как психолога, тоже пишите на почту. Тема письма, консультация. Спасибо за внимание, всем пока.